сегодня у нас марта 23 года все поздравляю с началом весны зима пролетела как-то незаметно довольно таки вот то ли из насыщенных событий сначала у нас белорусским парке собирались потом шар же вот но как-то так все быстро быстро пролетела вот уже наступила весна поэтому всех поздравляю с началом весны вот через два дня у нас женский праздник поэтому тоже немножко наперед и тоже поздравляю вот ну и на сегодня мы пройдем вкратце по технологии как обычно вот потом обсудим новости вот мы в конце побеседуем на актуальные вопросы поэтому у кого есть вопросы можете подумать можем дать голос каждому участнику вот ну и как-то что-то обсудить так что милости просим вот ну и давайте начнем как обычно меня зовут алексей наумович 2004 года инженер программист по образованию 2014 года партнер по продвижению ю технологии технология вницкого вот ну и как всегда начнем с проблем транспорте вот ни для кого не секрет вот мы сейчас смотрим эти картиночки вроде бы обычные ну мы к ним уже привыкли к этим картинкам то есть пробки ездят на на крышах в индии вот но сейчас смотрим вот обсудим сегодняшка еще новость из индонезии вот и вот чуть позже посмотрит картиночки и тоже опять же ужасаешься то есть насколько в разный мир то есть где-то у нас на дорогах может быть такая проблема вот но где-то вот есть страны которые просто это ужасная ситуация вот эти картинки такие говорящие вот и ну вот еще чуть позже тоже посмотрим вот поэтому проблема дорогах пробки проблема в грузоперевозках тоже актуальная то есть грузы идут неделями то есть мы их заказываем за минуты оплачиваем за минуты и потом неделями ждем когда придут грузы ну лично я там вот регулярно меня супруга заказывает товары вот и и хожу на почту забираю то есть это прям очень долго то есть спустя месяц полтора бывает вообще проходит два месяца бывает два с половиной бывает товара не дожидаешься жена его там отменяет вот мы в общем-то где-то теряется и так далее так далее ну и даже есть отдельные блогеры которые снимают целые но есть в америке сервисы которые продают утерянные товары то есть где-то логистика потеряла и вот они прям целыми палетами продают эти товары вот ну и потом тоже интересно как можно посмотреть то есть в этих палетах все что угодно то есть люди не просто товары теряются пусть и не доходит до получателя поэтому тоже проблема проблема с природными условиями то есть где-то заметает снегом где-то заметает песком где-то смывает водой вот тоже кстати вот индонезия тоже опять же уходит под воду целый город городами уходят под воду и это же естественно страдают и люди и транспортной системы так далее выхлопы разливы и там то есть ну очень очень много проблем которые накопились на сегодняшний день в том числе строительство дороги то есть что построить обычную асфальтовую дорогу целый комплекс мероприятий убрать деревья убрать плодородный слой почвы выкопать какую-то специальную яму сделать подушку то есть это все очень долго-дорого вот но и вообще-то и неэффективно вот ну и вот такие вот конструкции наземные тоже выглядит массивно скорость низкая хотя в принципе инженерная мысль движется в нужном направлении то есть это именно над земной и транспорта вот но и вообще-то тоже ряд недостатков и опять же канатной дороге идея интересная вот но опять же уже на сегодняшний день это уже как немножко устаревшие то есть скорость низкая эффективность низкая движется канат со всей дорогой вы уходите под воду тогда мы идем к вам даю sky под воду либо еще куда-то вот но и в общем-то идеально транспортное решение на сегодняшний день уже есть вот она уже тестируется она уже вовсю и пошагает планете можно сказать по крайней мере в информационном поле вот струнной транспортной системы skyway либо как она сейчас называется you sky you sky и запускай вот ну и вот мы видим почему-то струнной транспортной системы потому что в основе трассы лежит струна преднапряженная которая находится внутри рельса вот и который позволяет делать очень такие вот длинные очень легкие ажурные трассы по которым будет передвигаться транспортное средство на скоростях до 150 до 500 км в час то есть это тоже небывалые ранее достижимые вершины вот но опять же чем хорошо надземный вид транспорта что нет необходимости как-то бороться с ландшафтом там что-то закапывать что-то выкапывать что-то срезать вырезать вот просто над землей ставятся две опоры между ними натягивается струнная трасса вот идеально ровная не подвержена каким-то влиянием то есть и все можно спокойно по ней развивается не высокие скорости и двигаться комфортно без ухабов вот ровно и так далее вот ну и в струнных транспортных системах различается три вида путевой структуры мы видим посерединке жесткая где можно ехать и сверху и снизу полу жесткая это рисунок сверху и гибкая где для больших пролетов используется добрый вечер ольга вот такие вот решения ну и вот тоже фотография это из беларуси марина горка мы видим здесь как раз таки ту самую жесткую трассу где сверху высоко скоростной который будет развивать скорость до 500 километров в час и снизу городской вид транспорта который развивает скорость до 150 километров в час вот ну а право снизу это краски пересадочная станция где можно перейти с одной с высоко скоростной на городскую и обратно выйти на улицу где-то внизу подождать вот в данном случае здесь на первом этаже музей истории в принципе такая станция она по пропускной способности она не уступает аэропорту в дубае то есть это просто тысячи пассажиров может пропускать в день даже десятки тысяч пассажиров вот ну и вот тоже реально фотографии летние вот я думаю что скоро нас уже будут новые в новом сезоне хорошие фотографии босиком вот но и автором струнных транспортных систем все технологии является анатолий дарвич юницкий который всю свою жизнь посвятил транспорту то есть он доктор философии транспорта конференции книги научные какие-то испытания подмосковья в белоруссии в питере то есть ну по очень очень богатый опыт огромное количество информации на этот счет есть струнно-транспортные системы могут быть не только земли могут и в космосе вот такие вот необыкновенные небоскребы соединенные между собой такой паутиной вот по которым перемещаются струнные струнный транспорт тоже все это такой взгляд в будущее который к которому постепенно мы и приближаемся и вот тоже опять же книжки одна из них инженер вот это в офисе зао струнной технологии вот но и пару слов буквально про аэродинамику то есть мы видим что обычный для сравнения просто обычный автомобиль снизу находится сверху находится высокоскоростной модуль юскай вот и сопротивление воздуха разность почти в 10 раз казалось бы два транспортных средств на сопротивление воздуха эффективнее почти в 10 раз то есть это колоссальная экономия энергии то есть это увеличение скорости не просто невероятное вот ну и раньше спрашивали упадет не упадет вот опять же рисунки который поясняет что есть специальные поддерживающие такие вот колеса и плюс каждым каждое колесо это мотор колесо вот поэтому здесь повышается и эффективность и надежность вот и коэффициент полезного действия здесь стремится к 99 наверное там то есть но это прям очень очень высоко вот соответственно тоже и потребление энергии вот и скорость развития скорости все на это влияет вот на сравнить допустим с обычной маршрутка вот мы видим здесь 14 человек вот на 120 грамм на пассажира то есть 120 грамм умножаем на 14 мы получаем это примерно полтора литра топлива на 100 километров вот при скорости 100 километров в час то есть это ну почти в пять раз эффективнее чем в какой-то городской например маршрутки поэтому тоже вот как пример здесь обозначены вот но если все это суммировать все эти показатели то есть капитальные затраты зелененький мы видим минимальная то есть стоимость строительства дороги то есть ну ажурная система она это очень эффективное решение с точки зрения строительства деньгами измерять эксплуатационные расходы минимальные нет необходимости там латать ямы каждый год там нет необходимости очищать от снега песка еще чего-то то есть нет необходимости платить зарплату водителям потому что здесь полный автопилот эксплуатационные расходы минимальные от энергии тоже минимальный потому что как мы вам обсудили что мотор колесо идеальная аэродинамика то есть расход энергии здесь минимальный пропускная способность при Это может быть максимально, она может быть даже больше, чем в московском метро, или минском метро, киевском метро, любом метро. За счет того, что можно и очень часто отправлять транспортные средства, и размер можно варьировать от двух пассажиров до 48. То есть это все можно очень гибко настраивать и выстраивать максимальную пропускную способность. Загрязнение окружающей среды тоже минимальное, потому как это электромобиль, на остальных колесах нет ни выхлопа, нет ни выпадения этих веществ в результате трения резины в асфальт, то есть тоже это влияет на загрязнение окружающей среды. То есть это тоже минимальное. Транспортная аварийность минимальная, то есть просто за счет того, что мы подняли над землей, мы избегаем столкновения с животными, с людьми, с другим транспортом. И здесь аварийность стремится к авиационной, то есть авиационная аварийность самая низкая, то есть это порядка, ну если сравнивать с автомобильными, там полтора миллиона в год гибнет. В авиации гибнет около тысячи человек ежегодно, то есть это в тысячу раз меньше, чем в автомобильном. А здесь будет еще ниже, чем даже в авиации. Поэтому смело можно утверждать, что струнные транспортные системы это идеальные транспортные средства, которые соответствуют всем требованиям 21 века. это и автопилот, это и электрокар, это и второй уровень, это в общем-то все самое-самое актуальное, что может быть только в мире на сегодняшний день. Ну и вот мы видим линейку здесь 2, 4, 6, 12, 24, 48, то есть абсолютно на разные, для разных условий, для разных требовательных средств, в том числе для грузовых, сыпучие, контейнеры, то есть все это тоже реализовано. Ну и мы тоже в последнее время следим, как строится в Шадже для контейнеров перевозки, и она сразу и строится, и сертифицируется. Ну а здесь мы видим фотографию из Марины Горки, то есть вот такой взгляд в будущее, как эта сеть транспортная, Транснет, может находиться у нас над головой, в виде различных транспортных модулей. Ну и естественно огромное количество сертификатов, и патентов, и дипломов, и в общем-то это целая научная такая вкладесь. Есть и студенты, которые защищают дипломные работы, вот видим, здесь в Шадже недавно защищали диплом, раньше в Австралии защищали диплом. Сотрудничество происходит с юридическими, сейчас здесь институт управления предпринимательством, то есть, например, я так понимаю, что это сотрудничество в сфере права. Также есть сотрудничество с техническими вузами, то есть с целью набора новых специалистов. Есть специальные конкурсы проводятся, но в данном случае в 2018 году я сам защищал тоже дипломную работу бизнес-план строительства груза пассажирской трассы из Минска в аэропорт. В общем-то студенческие такие деятельности, она очень приветствуется. Ну и в прошлом году буквально ЗАО «Струдной технологии» получило свидетельство о том, что компания является научной организацией, она зарегистрирована в Академии, Национальной Академии наук Беларуси, в Государственном комитете по науке и технологиям. В компании работает один из кандидатов наук, пять сотрудников имеют учетное звание доцента, более десяти преподают в вузах страны, то есть это в общем-то очень такой научный потенциал, можно сказать неисчерпаемый, то есть постоянно-постоянно происходят какие-то публикации. Ну и вот тоже как пример, Анатолий Дарвич в новогоднем своем выступлении говорил, что с 2021 года ни одна коммерческая организация вообще не получила этот статус, кроме ЗАО «Струдной технологии». А вообще среди коммерческих организаций мы являемся девятыми, то есть всего лишь девять организаций в Беларуси, которые являются научными, то есть это тоже много о чем говорит. Вот поэтому это очень большое достижение. Ну и в общем-то вот здание головное в Минске, вот на Железнодорожной 33. И опять же, пока сами адресные проекты у нас находятся в стадии созревания, то есть организация получает все новые и новые эти статы, то есть категория 2 на право выполнения функций генерального проектировщика. Первого, четвертого класса сложность проектная документация, то есть это очень-очень высокий уровень, то есть в принципе проектная документация первого и четвертого класса сложности, это равнозначит тому, что можно проектировать в том числе даже атомные электростанции, то есть это очень высокий уровень. И в общем-то за счет вот этих вот аттестаций, то есть можно выполнять дополнительные какие-то работы, есть заказы и с военкой связанные, вот и заказы на Россию есть, которые делают. То есть пока адресные проекты у нас в стадии созревания, компания может, не может, она занимается в том числе вот такими вот такой деятельностью и тоже с этого хорошо зарабатывает. Ну и в общем-то то, что она зарабатывает, мы видим это в бухгалтерском балансе. Вот баланс 21 года, пока мы видели только 21 год, то 22 мы ждем, то есть я думаю, что в ближайшее время он появится. Вот сейчас в принципе годовой отчет все компании сдают, где-то к марту ближе. Вот, ну и потом где-то месяц-два будет аудит, то есть где-то ближе к июню будет еще и у нас опубликован аудит за 22 год. Вот, ну и тогда посмотрим тоже эти финансовые показатели, что, сколько у нас выжасло за год. Вот, ну судя из последнего интервью, которое было на Новый год, тоже 22 год был лучше, чем 21. А 21 год был лучше почти в 6 раз по сравнению с 20. Вот поэтому даже вот интересно посмотреть будет эти цифры. Дальше, это здание, собственно, на Чеботарева. Снизу мы видим часть нашего научно-инженерного состава, то есть это наши и дизайнеры, и проектировщики, и, в общем-то, весь мозг компании, который находится на железнодорожной 33. В Шабанах находится производство, где, в общем-то, все, что там нарисовали на железнодорожной, здесь это уже собирают ручками, реализуют. Здесь уникальные станки. И летом, когда мы были с группой, ходили по этому производству, ну просто мы удивлялись, насколько там все устроено, слажено. Вот, к сожалению, телефон у нас тогда забирали. Вот, можно только вот в памяти что-то воспроизводить, либо такими вот обрывками из видео где-то что-то изучить, смотреть. Ну, тоже там эти станки по 6 миллионов долларов, уникальные, которых нету вообще в Беларуси нигде. То есть это очень мощное производство. Вот, дальше видим здесь Марину Горку. 36 гектаров, как раз-таки на которых и реализовано 5 видов трасс. Уже реализованы еще две в процессе строительства. В общем-то, здесь все эти машины тестируются на разгонные характеристики, на комфортность и так далее, и так далее. Ну, и вот в 2019 году, когда уже вот прям так все было довольно показано, довольно широко освещено, вот заинтересовались технологии Беденарабской Эмираты, ну, в общем-то, предложили реализовать проект в том числе у себя. Ну, и вот Анатолий Дарвич на что согласился. Вот тогда, может быть, казалось, что а зачем? Вот, но глядя на сегодняшнее событие, на сегодняшние новости, на сегодняшних вообще гостей, которые посещают этот центр, ну, понимая, что все-таки решение было, это принято не зря. Может быть, оно и немножко тяжеловато было для краудинвестинга, вытянуть еще один центр. Вот, но сегодня, глядя на то, какие делегации приезжают, какие гости туда приходят, вот, ну, понимая, что, ну, до Беларуси бы многие не доехали бы. Вот, поэтому все было правильно сделано. И вот весь 2021 год были новостные освещения, начиная там от Японии, заканчивая Нью-Йорком на CNN, вот, и Бразилия, и Франция, и Канада. То есть, в общем-то, очень много было репортажей. Вот, потом все это плавно перетекло в дубайское мероприятие, посвященное 50-летию Дубая, это Экспо-2020, куда съезжался весь мир. То есть, и вообще сейчас такой Дубай, это центр, можно сказать, ну, наверное, центр вселенной. То есть, куда сползаются со всего мира инженеры, и предприниматели, и, ну, вот, смотришь, такой, как Нью-Москва, ну, не Нью-Москва, но Нью-Нью-Йорк, Нью-Москва, Нью-Лос-Анджелес, Нью-Нью, там, Париж, то есть, это очень-очень, то есть, прям, такое место сбора всего. То есть, и предпринимательство, и инновации, и денег, и, вот, и, ну, тоже мы видим, что здесь были бизнесмены из Ганы, африканцам ближе сюда добираться, то есть, много было делегаций из Африки, европейцы сюда добирались, тоже, им это интересно, приезжали и бизнесменные из Индии, это рядышком, то есть, очень много индусов в том регионе, и из Объединенных Арабских Эмиратов, естественно, из Австралии, то есть, это просто со всего, со всего мира приезжали делегации, оставляли хвалебные отзывы, вот, ну, и это и правительственные, и бизнес, вот, ну, и, в общем-то, более 100 делегаций правительственных и бизнес-делегаций посетило за вот, за эти короткие полгода, вот, ну, и все это происходит, площадка находится под эгидой научно-исследовательского парка Шаджи, с RTI парк, вот, и, в общем-то, тоже там один из изюминок, можно сказать, то есть, гордость, то есть, этого парка, с RTI парка, что у них есть такая технология, как U-Sky, которая находится, в общем-то, ну, под их крылышком, то есть, под их опекой, вот, ну, и постоянно приезжают сюда, и место притяжения будущих инженеров, которые приходят посмотреть, и что-то вся впитать, и увезти в свои страны, вот, эта выставка у нас была в Берлине, осенняя, которая, вроде бы, прошла немножко так, как-то незаметно, вот, но, тем не менее, ну, как, раньше мы и ждали прямо этого события, там, за полгода мы его ожидали, вот, скоро будет в Берлине, там, вот, это был 16-й год, 18-й год, а тут оно, вроде, прошло незаметно, вот, но, тем не менее, что важно, что оно прошло уже не от лица компании, а от лица Министерства транспорта Дубая, вот, который представил свою концепцию развития Дубая, вот, и показал именно наш транспорт, не какой-то там другой, вот, хотя и там и тендеры проводятся, и, как бы, конкурс какой-то там, вот, но, тем не менее, вот, они именно приехали с нашей технологией, тоже немаловажно, вот, проводятся репортажи на радио с Олегом Зарецким, видео, очень много тоже видео-репортажей сделано, вот, ну, и, в общем-то, подписываются такие вещи, как вот с Индонезией, то есть, про которую мы сейчас смотрим тоже активно новости, что будут новости по том, что компания выходит на рынок Юго-Восточной Азии, вот, и, как раз-таки, в Индонезии, Джакарта, очень много проблем, вот, связанных с транспортом, вот, ну, и где, в общем-то, уже подписываются соглашения, проводятся, кстати, вот, тоже недавно ездила Лигдадьки в Испанию, Peace City World, строительство новых типов водов, то есть, вообще городов с нуля, с новой транспортной инфраструктурой, вот, и тоже интересные проекты, вот, ну, в общем-то, и инвестиционные форумы в Шардже, где, ну, тоже такой слет элит, вот, в общем-то, ну, очень интересно развивается событие. Также параллельно той движухе, которая есть в Шардже, периодически она возникает, и здесь у нас в Беларуси, вот, это в частности приезжали вьетнамцы, вот, потом приезжали белорусы зимой, 20 января, небольшой, правда, группой, вот, потом эта движуха у нас, вот, рассказывал последние два раза Олег, очевидец наш, который ездил уже в Шаржу, в Дубай, и все это там, как золотой победитель, вот, потом с нами делился, вот, можно, кому интересно, можно посмотреть два предыдущего эфира, вот, там Олег как раз-таки делился тем, как проходила его поездка, вот, поэтому можете тоже посмотреть, вот, ну, и для тех, кто хочет как-то что-то освежить в памяти, да, есть, ну, в принципе, для, когда, это, если поделиться о проекте какой-то информацией, то вот, хорошее интервью, это было, итоги года, то есть, что было, в принципе, за прошлый год достигнуто, вот, ну, и вот был вопрос еще, еще одно из последних Анатолий Дардович, это ответы на вопросы, все это есть в сети, можно посмотреть, куда мы дальше движемся, вот, и какие достигнуты у нас результаты, так, чтобы это, как бы, кратко понимать, вот, ну, и адресные проекты, линейные города, это некий такой макет, как это может быть в городе, это фотография того, не фотография, а рисунок того, как это может быть за городом, такие вот башни, вот, и Анатолий Дардович в своем интервью, который был новогодний, сказал, обмолвился, что уже есть предзаказ на трассу, где одной из станций, одна из станций будет находиться на высоте 25 метров, по-моему, над землей, то есть, ну, это, или, нет, даже, по-моему, 70 метров над землей, то есть, это где-то в уровне 20-го этажа, то есть, где-то вот там, то есть, вот, что-то похожее уже, уже где-то есть на предзаказе. Вот, ну, и вот такая вот концепция линейных городов, либо шахматных городов, можно по-разному, кто как это видит, то есть, это можно строить и на побережье, и на суше, и все это соединяется такими универсальными трассами, и, в принципе, автомобиль уже тогда может и не понадобиться, то есть, ну, в принципе, зачем, если все рядышком тут есть, эта башня, она как некий офисный центр, где может быть и больница, и детский садик, там, и школа, и ресторан, и кинотеатр, и, ну, вообще-то, любой, любой точка досуга. Ну, а если надо куда-то поехать, то поднялся на 20-й этаж, там, или какой-нибудь, вот, и поехал дальше, вот, ну, и туда, куда, в принципе, необходимо. Ну, в общем-то, вот такая вот концепция. Линейный город, кстати, поддерживается и Организацией Объединенных Наций. Дважды Анатолий Дарьдович получал гранты ООН, вот, поэтому тоже под гиды ООН все это, вся эта тема расселения людей, то есть, из муравейников на более широкое пространство, она тоже поддерживается на самом высоком уровне. Ну, и тоже вот эта вот тематика кластеров, таких кластерных поселений. Тут можно фантазировать бесконечно, то есть, что, как, где организовать, вот, все эти вот совместные поселения, то есть, либо по интересам, либо семейные какие-то, либо еще как-то, вот, ну, то есть, это тоже большая, такая интересная заделано будущее. Вот, ну, и, в принципе, сам по себе вот эти, если дороги объединить, это может получить целая сеть TransNet, транспортная сеть, вот, до 50 миллионов километров по всему миру, вот, это такая вот, может получиться уникальная, как сеть интернет, которая передача данных, так же может получиться сеть TransNet для передачи людей и грузов. Вот, ну, и возвращаясь уже к дню текущему, то есть, мы находимся в преддверии 15-го этапа, вот, вот мы уже его ожидаем, и, в принципе, два цели основные на 15-й этап это достроить 20 километров высоко скоростной трассы и достроить трассу для контейнерных перевозок. Трасса для контейнерных перевозок уже фактически у нас она вот-вот-вот-вот будет достроена, уже ждем, когда прибудет в Белоруссии наш U-мобиль, вот, 365 градусов, у него обзор, как раз так он будет передвигаться на трассе для контейнеров, вот, и все это будет показано в Шадже, возможно, это будет в марте, возможно, в апреле, вот, ну, как бы ждали, наверное, ближе к январю-февралю, вот, но логистика сейчас такая непростая, вот, и, ну, ожидаем в марте, наверное, возможно, возможно, апрель, чтобы уже эту трассу контейнерных перевозок протестировать. Так что, в принципе, если так глобально смотреть, то на 15-й этап это достроить 20 километров высоко скоростной трассы. Вот, ну, правда, там цифра, Анатолий Дарвич объявил немножко другую, то есть не 150, а там может быть до 300 миллионов долларов. То есть, возможно, эта цифра была бы, допустим, для белорусских условий, если строить бы в Беларуси, вот, ну, возможно, что в Эмиратах все стоит немножко дороже, вот, поэтому и выросла сумма до 300 миллионов долларов. Вот, но, в принципе, это уже не так страшно, вот, по сравнению с тем, что какой путь пройден, вот, и, в принципе, когда уже технология, она, вот, ее можно потрогать, ее можно прокатиться, то, в принципе, могут прийти какие-то крупные фонды, которые, ну, могут и сами все это, в общем-то, легко освоить, потому что, ну, как бы, фонды бывают разные, вот, и интересы могут быть у них тоже. Свои разные. Вот, ну, и, в общем-то, для тех людей, кто поддерживает проект, есть, ну, в принципе, как два крыла, то есть есть инженерный состав, кто строит, вот, и есть такой у нас ресурс, финансовый ресурс, это людей, которые поддерживают технологию, те, кто финансирует все это строительство. Есть специальные пакеты для инвестирования в рассрочку, то есть в рассрочку, не в рассрочку, то есть для студентов, для пенсионеров, все, в общем-то, на любой вкус и цвет, от 50 долларов в месяц до 10 тысяч долларов в месяц. Ради бога, то есть если вам нравится эта технология, если вы хотите ее поддержать, пожалуйста, в личных кабинетах есть такая возможность, вот, и все это происходит не на какой-то там, как это называется, подарил и все, а именно на взаимовыгодных условиях, то есть люди поддерживают проект, получают взамен долю в проекте, то есть это доля, которая в дальнейшем будет сконвертирована в акции, естественно, при успешном реализации проекта, вот, и дальше уже на бирже можно, может быть, продано с хорошей какой-то прибылью, вот, ну, и, в общем-то, можно будет передать и по наследству детям и внукам, можно оставить себе для получения дивидендов, то есть варианты здесь могут быть разные, но самое важное, что это не какой-то там просто подарил и забыл, а именно обмен вашей поддержки на конкретную запись в реестре с долями, фиксированными там фамилиями отчества, датой, то есть все четко все это записано, вот, и дальше будет конвертироваться уже в акции. Вот, поэтому, кому технология нравится, пожалуйста, поддерживайте проект. 15 этап остался, последний этап, вот, пока еще, как говорится, поезд еще не ушел, то есть еще можно туда войти. Вот, ну, и переходим, переходя к новостям, вот, новостей на этой неделе, ну, в принципе, они всегда есть, вот, ну, вот, наверное, пожалуй, самое важное, сейчас мы тоже начнем. Так, технологии U-Sky получают все большее признание во всем мире при поддержке одного из наших партнеров, компании International Engineering Consultants. U-Sky Transport стал известен в Южном Судане. Ну, вот тоже пример, да, Южный Судан, приехали ребята, посетили центр, перенять опыт основателя и генерального конструктора компании доктора Юницкого. То есть, в общем-то, очередной визит вот, гостей. Вот, дальше. Мне кажется, более такое важное по значению, большая делегация нефтегазовой компании Объединенных Арабских Эмиратов в огновес Заидом Аль-Куфайди, управляющим директором по розничной торговле, посетил центры тестирования и сертификации. Вот это нефтегазовая компания Объединенных Арабских Эмиратов, ЕНОК, ведущий мировой нефтегазовый игрок. Из самого начала своего существования компания внесла значительный вклад в диверсификацию экономики и устойчивое развитие Дубая. Ну, вот, и смотришь вот на такую новость, допустим, ну, вот эта нефтегазовая компания, ЕНОК, ну, вряд ли бы когда-то добралась к нам сюда, в Марину Горку, вот, но она без проблем попала в ШАРЖЕ, то есть это еще один такой момент, то есть именно за то, чтобы правильно было решение построить этот центр вот в той вот зоне, то есть такие игроки, как ЕНОК, вот, она включает, вот тоже можно почитать описание, 30 дочерних фирм в области нефтепереработки, смешивания смазочных материалов, хранения, транспортировки, розничной торговли, группа насчитывает более 9 тысяч сотрудников, обслуживает тысячи клиентов на 60 рынках. Компания внедряет инновационные подходы и передовой опыт в работу с клиентами мирового класса для социально-экономического развития ОАЭ. Вот, стремясь к дальнейшему глобальному расширению, ЕНОК ищет новые возможности для эффективной логистики своих энергоресурсов. В связи с этим делегаты ЕНОК не упустили возможность посетить центр тестирования сертификации USKY вскоре после посещения парка SRTI. Представляете, если вот такая вот компания заключить с ней контракт, то есть насколько это может быть хороший, оплачиваемый, в общем-то, реальный, вполне реальный проект. То есть это очень-очень хороший потенциальный заказчик. При этом гостей сопровождал его превосходительство Хусейн Аль-Махмуди, тот самый генеральный директор парка SRTI, вот под крылышком которого, в общем-то, мы там и находимся. То есть он не просто принял, он постоянно переводит себя делегацией, вот такого уровня делегации. Поэтому ему отдельно, наверное, за это благодарность надо высказать. Дальше. Транспорт UST оптимальный вариант для Джакарты. Ну, тот самый Джакарты, Индонезия, который тонет в автомобильных пробках и буквально уходит под воду. То есть, ну, мы видели фотографии, как там пробка не то, что из машин, а пробка из мотоциклов. Ну, и вот вышла в Office Life, вышла статья как раз-таки, посвященная вопросу Индонезии и Джакарты. И прогнозируется, что в 2050 году большая часть города может оказаться затопленной. В связи с этим запланирован перенос столицы астрономок и старства в Нусантру. Умный город, который будет построен с нуля. То есть вот даже доходит до такого, что города существующие, они прям полностью уходят под воду. То есть некий такой, уже как Атлантида, да. Вот, и перенос, даже приходится переносить столицу в другой город. К слову, комплексы UST планируется применять и в этом грандиозном проекте. Рельсо-струнные эстакады помогут связать будущую столицу с аэропортами, островами, решить проблемы заторов, ДТП. Вот, что особенно важно для эколог региона, благодаря эстакадному транспорту будет сохранена значительная часть мангровых лесов и места обитания животных, внесенных в Красную книгу. Ну, в общем-то, это тоже такой один из интересных аспектов. Ну, для Индонезии это особая тема. То есть мало того, что у них там пробки такие ужасные, плюс еще островное государство, там, сотни этих островов, которые надо соединять. Вот, ну, в общем-то, сейсмичная еще зона. Поэтому, ну, для них это просто идеальное транспортное средство, которое просто необходимо, жизненно необходимо. Дальше, опять же, вернемся к научной деятельности. Вот мы видим, что зао-струнные технологии объявляет международный публичный конкурс выпускных квалификационных работ. Вот, и если у вас есть молодые специалисты, знакомые, вот тоже можно им порекомендовать в этом поучаствовать. То есть могут участвовать совершеннолетние студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, соискатели, вне зависимости от гражданства. То есть не только белорусы, но, в принципе, любой, любая страна в мире. Наличие у конкурсанта научного руководителя желательно, но не обязательно. Тема работы могут быть выбраны из списка рекомендованных в положении или предложен участникам при условии, что тематика связана с транспортом в UST и развитием данной технологии. По результатам конкурса будет объявлен победитель, вот, а также призеры, занявшие вторые и третьи места. Каждый получит денежное вознаграждение и другие пощательные призы. Заявки принимаются до 1 октября 2023 года. Вот, поэтому есть возможность кому-то... Я, кстати, тоже как-то в 2020 году тоже проводился такой конкурс. Свою дипломную работу я тоже отправлял, но, к сожалению, не выиграл, но, тем не менее, тоже поучаствовал. Поэтому участие в конкурсе бесплатное. Так что привлекайте молодежь, пусть не только поддерживают финансовый проект, но еще и мозгами, пусть тоже участвуют. Ну и дальше Центрес посетила делегации из Вьетнама, то есть вот то, что нам Олег рассказывал, как у них проходила их поездка. Ну и вот вслед за ними приехали еще группа из вьетнамцев. Такая красочная, яркая. В общем-то, ну тоже были там. Ну и также одна из последних новостей, что да, Faces of the Future пакет продлен до 10 марта. В принципе, он с 6 февраля уже активен, до 10 марта будет еще действовать. Поэтому вот такие вот голограммы, кто хочет иметь себе на память, чтобы в дальнейшем, ну не только на потолке где-то себя выискивать в Марьиной горке, но и можно было посмотреть вот такие вот красивые голограммы. Поэтому тоже до 10 марта можно в личном кабинете это все себе получить. Так, ну что, на этом в принципе все. Довольно быстро получилось, 36 минут. Вот, Олег, выходи на связь. У кого-то, может быть, какие-то вопросы назрели. Вот, можете написать или тоже выйти со звуком. Приветствую всех. Леш, привет. Привет. Сегодня тут в мобильных условиях я. Ну, все понятно, все хорошо, все движется. Да, ждем других новостей. Я думаю, что, дай бог, как говорится, как ты говоришь, в дню рождения Анатолия Дардовича тоже должны быть новости. Вот, интересные. Ну, проект развивается и, конечно, всем хочется быстрее. Наверное, все соскучились, но уже не так, как говорится, долго ждать. Как весна пошла, уже как-то настроение другое, солнышко светит. Вот, и не зря собираются сделать и кафе с Шаджи. Наверное, там тоже для этого будут созданы все условия для активных партнеров, которые действительно вот могут потом рассказать воочию. Это очень интересно быть там. Конечно, мы тоже очень надеялись, что, когда объявили, что у нас там будет возможность проехать на 25-местном юнибусе, но из-за логистики он задерживается. Ну, поэтому будем, скажем так, в апреле, в мае, надеемся там тоже побывать. Вот, я думаю, что надо обязательно там быть. Это очень здорово, интересно. И сам Дубай интересен, Шаджи интересен. Да, там. И, конечно же, парк СРТ очень впечатляет, особенно первый раз. Потом уже просто смотришь, что там улучшилось, увеличилось, чего стало больше. Меньше песка становится, больше становится красивых мест зеленых. И вот наши, скажем так, трассы, они растут там и довольно-таки успешно развиваются. Так что все здорово, Леша. Ну да, меньше песка, больше зелье, это прямо, ну, как там видно, наушнички. Там себя слышу, Олег, там видно, наушнички. А, ну да. Ну, вот ты хорошо подметил, да, про зелень. То есть пустыня, да, ведь в том числе не только трассы строятся, которые как техно, вот у нас тоже эко-технопарк, то есть не только технопарк, но в том числе эко. И вот такое зеленение, ну да, на самом деле, видели все это, наверное, ты вживую, мы на рисунках пока еще. Вот эти трассы, которые сейчас вот, они над пустыней, то есть где-то снизу появятся, как вот в Марьинной горке лекарственные растения начнут расти. То есть опять же, это тоже не исключено. Вот это уже будет уникальная такая вещь. Так. Далее, тогда, ну, все понятно, все, как говорится, много было рассказано о поездке и так далее. Сейчас все-таки видео я там еще тоже готовлю, ну, на Facebook у меня выскакивает там видео время от времени и в Instagram я выставляю, поэтому, ну, я думаю, видео расходятся. Я видел там, что и делятся люди, и смотрят видео, да. Поэтому доделаю там, что планировал, вот. И, конечно же, поделюсь тоже с партнерами, вот. И, конечно же, мы надеемся, что уже в марте, в апреле уже и наша трасса, которая здесь будет, трасса рыбака тоже, скажем так, заработает. Вот. Поэтому у нас весна должна быть жаркой, вот. Да, Олег, делись своими фотографиями, видео, то есть это тоже интересно, в чатике закидывай, будем с удовольствием смотреть. Так, ну, если вопросов нету, есть вопросы, нет вопросов, тогда, в принципе, да, Елена, благодарю. Благодарю. «Юскай, запускай» – это новый лозунг. Вот раньше мы говорили «Строй, скайвей, спасай планету», сейчас мы говорим «Юскай, запускай». Да, Зоя, благодарю. Валентина. Всем спасибо. Когда дивиденды? Самый, самый часто задаваемый вопрос, когда дивиденды. Дивиденды будут после первого адресного проекта. Хотя бы после первого адресного проекта. А лучше после второго, после третьего. Чем больше проектов, тем больше дивидендов. Ну, в принципе, пошел же небольшой такой даже вот в ответах на вопрос, а Анатолий Дарвич немножко так обмолвился. Вроде бы было или не было, не знаю, или там, может, уже слухи. Ну, то есть, после аудита будет видно. Будет аудит в 22-й год. Вот, и, возможно, там, если это будет что-то возможно, может быть. Посмотрим. Ну, много точно не будет. Ну, на семечки только. Да. Все. Ну, в принципе, тогда, наверное, до следующего понедельника. Все. Раз вопросов нет. Все. Всем пока-пока. Спасибо всем за участие. Да. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok